В преддверии трагической даты 3-4 октября, 24-й годовщина, когда расстрелян был Верховный Совет, в Компартии Российской Федерации проводят митинг и шествия, которые пройдут 4-го числа в 15 часов на площади 1905 года, а далее шествие и закончится оно памятными речами и воспоминаниями у Белого дома. Поэтому этот период истории никогда не забудется, но надо отметить, что до сих пор не проведено расследование и не расставлены исторические точки над тем, кто спровоцировал эту бойню, а более тысячи человек были расстреляны у Белого дома, кто виноват и кто должен нести ответственность. Мы настаиваем и настаивали, настаиваем на проведении такого расследования у нас в государстве и наша инициатива депутатов Госдумы, наша фракция будет продолжать это делать. У нас на повестке дня три закона, я считаю, знаковые, от фракции нашей будут рассматриваться. Это первый закон касается запрета занятия чиновниками своих мест муниципальных служащих и госслужащих при совершении коррупционных преступлений. Кто, значит, попался на взятки, а осужден, тот не имеет права работать чиновниками. Второй закон, касающийся тоже коррупции и нарушения законодательства, это выборы. Те муниципальные служащие, те госслужбы и чиновники, которые попались на нарушениях выборного законодательства, избирательного законодательства, законом также предусматривается запрет на занимаемые ими этих должностей. Пришло время и здесь поставить, восстановить справедливость и запретить таким нарушителям продолжать работать на этих местах. И третий закон, который в повестке дня стоит, это закон о том, чтобы дети, несовершеннолетние дети чиновников, опять же, муниципальных служащих, госслужащих и работающих в госкомпаниях, в госкорпорациях, не имели права учить своих несовершенных детей за рубежом в иностранных образовательных учреждениях. Очень шумный закон, много было по нему обсуждений. Значит, вот мы предлагаем обсудить теперь в стенах его парламента, нашей Государственной Думы и принять решение. Мы будем настаивать на именно принятии в первом чтении концептуально данных законов. Речь пойдет о двух инициативах фракции КПРФ в Государственной Думе. Первая инициатива посвящена внесению изменений в статью 26 закон о банках и банковской деятельности. Этот наш законопроект будет, по-видимому, рассматриваться сегодня, во всяком случае, в повестку дня он включен. Законопроект предусматривает представление права прокурорам получать информацию в банках по счетам юридических и физических лиц, и, разумеется, должностных лиц о состоянии их счетов. Эта мера позволит прежде всего облегчить задачу прокурору в сфере борьбы с коррупцией, позволит прокурорам получать информацию о капиталах чиновников, которые были нажиты нечестным путем, и принимать меру к изъятию этих капиталов через суд. И, кроме того, эта мера позволит прокурорам предпринимать меры по сокращению оттока капитала за рубеж. Как мы знаем, в этом году отток капитала растет, и за истекшие месяцы, по сравнению с предыдущим годом, он возрос в 1,7 раза. Надо отметить, что банковское сообщество встретило эту нашу инициативу в штыки. И буквально все банкиры сказали «против», кому угодно дадим информацию, кроме прокуроров. И вслед за ними правительство сочинило отрицательное заключение на этот наш законопроект, я его готовил. И там даже есть такая фраза, что прокурорская мера – это дискредитируют банки. Ну, если банки преступные, то такие банки и надо дискредитировать, что с ними еще делать. И вторая наша инициатива. Вчера Геннадий Андреевич подписал проект постановления Государственной Думы о применении амнистии в связи с Великой Октябрьской социалистической революцией. Предполагается, что по этому проекту, по этому постановлению будет освобождено из мест лишения свободы порядка 30 тысяч лиц, совершивших нетяжкие преступления. И, кроме того, проект предполагает амнистировать несколько десятков тысяч лиц, которые суждены к иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Редактор субтитров А.Семкин